Русский добровольческий корпус провел очередной рейд на территорию временно оккупированной Брянской Народной Республики. В ходе рейда они устроили засаду на автомобиль пограничной службы оккупантов. В результате был ликвидирован подполковник ФСБ РФ. О рейде 10 ноября сообщили сами добровольцы РДК, а источники в разведке предоставили эксклюзивное видео. В засаду русских добровольцев попал автомобиль пограничной службы рашистов. Смертельные ранения получил подполковник ФСБ РФ россиянин Сергей Шатый. Он занимал должность заместителя руководителя отдела материально-технического обеспечения. От полученных ранений россиянин Шатый скончался на месте. Засаду воины из рядов Русского добровольческого корпуса устроили около 16 часов дня, 9 ноября. Военная операция была проведена в районе населенного пункта улица Суземского района Брянской Народной Республики. Здравствуйте, мужчины! Меня зовут Денис. Я командир Русского добровольческого корпуса. Наш корпус состоит из русских граждан Российской Федерации. Мы воюем за свободу и независимость Украины против российской агрессии. Я приехал сюда для того, чтобы объяснить вам, что у тех из вас, кто хочет продолжить эту войну, но уже теперь в составе Русского добровольческого корпуса, есть такая возможность. В наших рядах есть бывшие бойцы ЧВК Вагнер, есть бывшие бойцы Шторм-Зетт, есть бывшие пленные, которые добровольно перешли на нашу сторону для того, чтобы помочь Украине отстоять ее территориальную целостность. Эти бойцы вместе с нашими бойцами уже успешно выполняют боевые задачи, освободили большое количество украинской земли от российских оккупантов. Мы воюем исключительно с путинскими собаками и режимом, который послал вас сюда, на землю Украины. Российские военные сегодня взяли под контроль город Херсон. Россия здесь навсегда. Россия готова отстаивать этот город, одержаться до конца, а украинцы взять его не смогут. Год назад Украина освободила оккупированный Россией город Херсон. Это был единственный украинский областной центр, который российским войскам удалось захватить сначала полномасштабного вторжения. Рассмотрим главные фейки о Херсоне, которые кремлевская пропаганда распространяет на всем протяжении войны. Херсон, основанный князем Потемкиным по повелению императрицы Екатерины, безусловно, русский город. Официальной датой основания города в российской историографии считается 1778 год. При этом еще в начале века до этом месте были казачьи поселения. Основателем города считается русский князь Потемкин, но вряд ли происхождение основателя может считаться причиной для территориальных претензий. В конце концов, основатель Москвы Юрий Долгоруйкий был князем киевским. В 2001 году в ходе переписи 76,5% населения Херсона назвали себя украинцами, меньше 20% – русскими. А уже после вторжения России Херсонщина стала лидером проукраинских настроений на юге страны. Массовые митинги под лозунгами «Херсон – это Украина» оккупационные российские власти жестоко подавляли, но выступления все равно продолжались. Мир наступит. Россия никуда не уйдет. Россия здесь навсегда. Российская пропаганда считала Херсон одним из основных символов успеха так называемой СВО. Лозунги «Россия в Херсоне навсегда» не сходили со страниц российской прессы и экранов федеральных каналов. Новостные эфиры полнились бравурными отчетами о том, как Херсон легко интегрируется в Россию. В Херсоне сегодня начинает работу новое правительство. Органы власти в регионе будут сформированы по российскому образцу. Херсон тем временем все ближе к рублевой зоне. Ценники в российской валюте уже во всех магазинах и на заправках. Триколор установили на самой высокой точке Херсона. Сейчас флаг России размером 4 на 6 метров развивается на местной телевышке. Все еще по-украински, а флаг уже наш, русский. Так будет всегда. Российская навсегда продлилась 256 дней. Именно столько времени Херсон находился под оккупацией. 11 ноября 2022 года Минобороны России сообщила о непростом решении. Все российские солдаты с правого берега Днепра должны быть выведены на левый берег, таким образом отступая из Херсона. Российская группировка оставила Херсон и заняла новые позиции на левом берегу Днепра. Пропаганда восприняла новость об отступлении из Херсона болезненно и моментально начала искать ему оправдание. Одним из главных нарративов в тот момент было «Нас не выгнали, мы сами ушли». Мы действительно отходим не потому, что мы здесь побиты, разгромлены или нам создали такое окружение, а это наше собственное решение. Отход – это тоже вид маневра. Причем маневра зачастую более сложного, чем многие другие. Это действительно можно назвать перегруппировкой с большим основанием, чем отступление в Харьковской области. Некоторые топ-пропагандисты даже туманно намекали, что все это некий тайный план, и после временного тактического отступления Россия резко пойдет вперед. Я надеюсь, что, может, это тайный план по заманиванию. Мы делаем, условно говоря, вот этот шаг назад, спасаем наших военных для того, чтобы потом сделать два-три шага вперед. Да, мы сдаем Херсон, но получаем очень серьезные возможности для нанесения хороших ударов уже зимой. Херсон мы еще вернем. Отход за Днепр носит тактический характер. На практике все сложилось не так, как предсказывала пропаганда. Зимняя наступательная кампания России провалилась, да и полного освобождения Донецкой Народной Республики, несмотря на заверения пропагандистов и чиновников, добиться не удалось. Сейчас на Донечине ведутся активные бои под Авдеевкой, а на южном направлении Украина отбила некоторое количество территорий в Херсонской и Запорожской областях. Херсонская Украина! Херсонская Украина! Совсем прекратить говорить о Херсоне после его потери российские пропагандисты не могут. Поэтому и продолжают рассказывать ужасные истории о зверствах укронацистов в освобожденном Херсоне. В Херсоне после прихода украинских военных завели сразу каких-то сумасшедших западенцев, а неонацистов. Украинские нацисты расстреляли жителей Херсона, отправивших дочь учиться в Крым. С приходом украинских боевиков в Херсоне идет хаос. На дорогах следы от гусеничной техники. На улицах кричат нацистские лозунги. На протяжении нескольких суток херсонцев подпольно вывозят в безопасное место. Есть множество свидетельств, что украинскую армию встречали в Херсоне как освободителей. Массовых расстрелов коллаборантов не было. Те, кто пошел на сотрудничество с оккупационными властями, предстали перед судом. Среди них, к примеру, работники коммунальных служб, местные чиновники, преподаватели отдельных вузов и школ, активисты, отвечавшие за проведение псевдореферендума о присоединении Херсона к России, а также бывшие сотрудники полиции. Расследования и суды по этим делам, которых сотни, ведутся до сих пор. Накануне контрнаступления в СССР произошел прорыв плотины Каховской ГЭС. Российская сторона поспешила обвинить в этой диверсии украинских военных. Официальные власти Украины заявили, что подрыв совершила российская армия. В результате экологической катастрофы затопленными оказались огромные территории, частично включая сам Херсон. По данным украинских СМИ, тогда от воды пострадали порядка тысячи жилых домов. Большинство из них восстановлению не подлежало. После отступления из Херсона Россия не оставляет надежд, если не вернуться туда, то хотя бы отомстить. Ракетные и дроновые атаки российских войск на Херсон и область происходят регулярно. Гибнут мирные жители. По данным украинских СМИ, на сегодня в деоккупированном Херсоне живет порядка 70-90 тысяч людей. Это треть от довоенного населения. Каждый день в областном центре фиксируют по 2-3 десятка российских обстрелов. Украинский Херсон кремлевские пропагандисты по-прежнему называют российским и даже находящимся под украинской оккупацией. Однако особого оптимизма насчет возвращения города уже не транслирует. Да, в этом году эта радость, конечно, немножко с горчинкой, потому что под оккупацией находится российский Херсон. Реальность войны внесла коррективы. Громкий лозунг про Россия здесь навсегда и мы никуда не уйдем на поверку оказался только лишь мифом. С убедительным заголовком выступила немецкая Тагишпига. Оказывается, несмотря на санкции, Россия увеличила производство и крылатых ракет, и ракет баллистических, а также увеличила производство ударных БПЛА. Прямо сейчас фронт растянулся на 1200 километров, но и ВСУ укрепляют свои позиции перед приходом второй суровой зимы. Редактор субтитров А.Семкин